еще раз добрый вечер я рада вас приветствовать сегодня на вебинаре меня зовут павлова мария я являюсь директором компании арифлейм кто меня не знает да и сегодня наш вечер я хотела бы начать с поздравления с таким замечательным днем с праздником да с первым сентября с днем знаний вот и осени дыхания новый лист календаря снова наступил день знаний главный праздник сентября поставьте пожалуйста ребятки плюсики у кого есть школьники есть или там буковку я у кого есть школьники кто пошел в школу у кого детки пошли в школу вот так отлично я вас поздравляю я поздравляю родителей с тем что дети пошли в школу я поздравляю деток наших и с тем что они начали этот учебный год желаю им отлично учиться до постигать грызть гранит науки постигать все то что нам дает наши надают в наших школах вот и особенно я поздравляю тех мамочек у кого в этом году первоклашки потому что я знаю что это такое у меня тоже первоклашка мы сегодня ходили на линейку вот это у меня уже третья третий первый класс до третий ребенок очень волнительно и наверное родители даже больше волнуются чем дети вот поэтому всех поздравляю с удовольствием и сейчас мы переходим к нашей основной теме а детках мы еще поговорим чуть позже вот ну а сегодня я хотела бы вас познакомить с такой темой как wellness мы поговорим сегодня об адах что это такое для чего они нужны вообще и почему их не любят и так как сегодня детский праздник да такой я расскажу о том как сохранить здоровье нашим деткам да и приумножить и как его поддержать это здоровье и так ребятки скажите пожалуйста вот слово выл нас чем у вас ассоциируется напишите пожалуйста как вы это понимаете что такое вел нас ведь и вел нас это не только в орифлейме есть да выл нас это понятие более широкое до орифлейм слышали же наверное да как вы понимаете это словом здоровый образ жизни а света не слышала до слова таком а до орифлейм не слышали но сейчас вы в орифлейм как вы понимаете что такое вел нас если честно сказать то я до орифлейм тоже не слышала слова волос как-то я может быть ну не обращала внимание на это да так здоровье и красота отлично еще еще уже здоровый образ жизни сказали да но замечательно не буду вас мучить что тут у нас вел нас на самом деле означает хорошее самочувствие плюс благосостояние это баланс тела и разум то есть это то как вы себя чувствуете да в позитивном таком ключе в позитивном направлении хорошо ли вы себя чувствуете о чем вы думаете да то есть хорошие ли у вас мысли и так далее принципы философии вел нас таковы это движение это умственная активность это расслабление и гармония это красота и уход и сбалансированное питание обязательно ребят ну это основные принципы да на которых держится наши вот наш наши наш здоровый образ жизни так скажем да сейчас мы рассмотрим более подробно эти принципы и только эти да и другие но в общем то хочу сказать что чтобы быть здоровым человеком да хорошо себя чувствовать то вот эти принципы нужно соблюдать движение обязательно да но сейчас мы рассмотрим более подробно индустрия вел нас включает в себя косметологию фитнес-центры продукты питания туризм и так далее ребят все что касается здорового образа жизни красоты хорошего самочувствия это все включает в себя индустрия вел нас и вот такое замечательное выражение чарльза дарвина да выживает не самый сильный и не самый умный а самый восприимчивый к переменам как вы понимаете это выражение то есть не нужно быть самым сильным самым умным да и при этом сидеть там где-то тепличных условиях никуда не выходить ничем не заниматься больше да и такой человек не выживет да тот человек который не приспособлен ни к чему даже если он там умный и сильный а до выносливый да 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 восприимчивый к переменам и что имеется ввиду это человек который занимается до там физической активностью он разносторонне развивается умеет подстраиваться да 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 он там правильно питается он там пьет витамины и так далее то есть только такой человек сможет подстроиться под какую-то ситуацию да и выйти из нее ну наиболее благоприятном свете и вот они смотрите основные факторы долголетия они очень и очень перекликаются с основными принципами да wellness индустрии какие же факторы долголетия существуют это умственная активность ребят вот если вы посмотрите на людей которые всю жизнь занимались например там физическим трудом да и на тех людей которые занимались умственным трудом или те люди которые вообще ничем не занимались да вот эти три категории они будут очень и очень отличаться да те которые занимались там физическим трудом изнашивается организм быстрее да но те кто занимается умственной активностью кто не дает своему мозгу отдохнуть напрягает его да нагружает новыми и новыми какими-то задачами те выглядят более хорошо да те дольше живут и так далее ну какая умственная активность бывает как вы думаете что значит умственная активность напишите пожалуйста как вы понимаете меня не слышно или вы еще пишите или не пишите как вы думаете как вы понимаете умственная активность что это как вы понимаете умственная активность что это много думать о чем думать знаете есть такое выражение дурак думками богатеет он думает что там себе непонятное и толку нет быстро всему учиться чтение обучения самосовершенствование не отлично даже решение тех же там разгадывание тех же кроссвордов да и заучивание там стихов и так далее то есть это тоже играет роль ну как бы такая умственная активность да 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 способность к обучению память концентрация вы совершенно правы вот поэтому нагружаем свой мозг да и живем дольше дальше обязательно позитивное мышление должно быть если вы хотите прожить дольше только позитивно мыслить опять же только позитивные люди добиваются больших результатов только позитивные люди дольше живут если в человеке много там негатива он этот негатив вечно сливает вокруг вот но он получает ну как бы на себя принимает тоже только негатив и такие люди долго как бы не живут они просто ну сгорают так скажем да вот поэтому позитивное мышление такое оптимистичное все да и все будет хорошо будете долго жить и долго и счастливо далее дружеское отношение ну тоже немножко с позитивным мышлением перекликается да то есть дружелюбные люди у которых много друзей которые легко общаются которые легко там делятся своими радостями вот эти люди чаще всего живут дольше чем те которые ну одиночки такие да ни с кем там не общаются не дружат там у них проблема с общением да и так далее то есть нужно так вот быть открытым человеком и легко относиться любить людей и тогда тоже это продлит жизнь далее отсутствие стрессовых ситуаций ребят ну стрессовые ситуации это вообще нужно исключать из своей жизни просто однозначно особенно женщинам если мужчин там еще как-то стрессовые ситуации ну тоже плохо влияют на на здоровье вот но у меня есть знакомый парень у которого случилась такая ну очень такая серьезная стрессовая ситуация ну в принципе у него потерял работу сократили на работе да у него была работа очень такая хорошая высокооплачиваемая и он остался ну то есть семья кредит и так далее да и ну мальчишка очень близко принимает к сердцу очень близко вот так переживает да такой стресс у него был и что вы думаете у него организм не выдержал и дал сбой что такое стрессовая ситуация да как происходит вы можете ничем не болеть да но какая-то предрасположенность быть вот у моего знакомого короче говоря открылся выяснилось что у него сахарный диабет ребят вот это подтолкнул вот этот стресс его к тому что открылась вот эта болезнь понимаете как то есть нужно этих стрессовых ситуаций как-то избегать если вы попадаете что-то у вас неприятная такая ситуация да просто нужно расслабиться подумать как из нее выйти с наименьшими потерями да и продолжать дальше жить понятно туда далее поддерживать рабочую атмосферу обязательно если вы расслаблены и ленитесь все время постоянно то это лень не к чему хорошему не приведет нужно быть вот знаете да расслабляться иногда надо но не всегда постоянно нужно чтобы было такое знаете бодренькое состояние это тоже приводит к долголетию обязательная физическая активность никто не говорит что нужно себя по три километра каждый день там бегать падать в обморок от физических нагрузок там и так далее нет не нужно но ходьба пешком хотя бы полчаса час каждый день обязательно нужно делать какая-то зарядка утренняя вечерняя там когда вы можете делать да выбрать себе время это тоже нужно делать это тоже продлевает нашу жизнь это тоже такая физическая активность далее обязательно соблюдать правильное питание правильное питание ну как бы вы знаете да мы есть то что мы едим если мы питаемся некачественной некачественными продуктами если мы употребляем в пищу много там всяких там добавок химить ну продуктов с добавками да химическими то как вы думаете как организм будет себя чувствовать когда мы кушаем неправильную пищу да наши клетки питаются этим и они начинают рушиться они начинают ломаться и от этого ломается здоровье и ну я думаю что никто все хотят быть здоровыми красивыми и богатыми да никто не хочет быть там бедным страшным и больным правда же вот поэтому следите за правильным чтобы было правильное питание это дробное питание должно быть ну то есть небольшими порциями но часто это должно быть качественно качественная еда да качественные продукты вот тут тоже понятно да и это конечно же приведет в долголетие будете жить долго счастливо да и конечно же профилактическое обследование не реже одного раза в год вот скажите честно пожалуйста кто проходит профилактическое обследование хотя бы там один раз в год есть таки поставьте плюсик кто каждый год проверяется для профилактики вот и минус кто не проверяется да насмешила да надюш ты под номером насмешила да 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 мы обычно ходим когда нас прижмет да и это неправильно ребят это неправильно вот ниночка да кто работает там в детском саду в школе там в аптеке медработники они проходят стабильно потому что их не допустят без медосмотра не допустят к работе а остальные в принципе я честно говоря тоже не прохожу каждый каждый год беремся за себя да и срочненько проходим каждый год профосмотр ну да 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 Лен в принципе да одно такое название да что профосмотр ну в любом случае хоть что-то хоть что-то да я вам расскажу я как-то пришла я родила дочку и младшую и уже наверное ей года три было я пришла в поликлинику думаю ну блин сколько ж можно надо же это вот молодец Верочка вот я что же послушала надо же пройти медкомиссию прихожу в поликлинику заняла очередь по моим годам диспансеризацию не проходили я не попала я сама пошла заняла очередь сижу в этой очереди бабульки сидят рассказывают о своих болячках слушайте ну это просто ужас бы там понаслушаешься такого прихожу к врачу говорю здравствуйте у меня ничего не болит я хочу профосмотр пройти мне нужно направление на анализы там на всякие там и так далее там по всем врачам все она на меня так посмотрела блин говорит в коридоре сидит куча там больных людей а ты пришла здоровая какого черта да так скажем извините за выражение ну в общем то вот таким образом я прошла профосмотр вот да 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 как заболеешь так придешь это как в милиции да когда убьют тогда придешь вот так и тут нет надо ходить ребятки надо ходить следить за своим здоровьем лучше предупредить чем потом это все лечить все равно не долечишь как надо печально да да ребят ну на все ли аспекты мы можем повлиять на какие аспекты мы не можем повлиять вот смотрите например мы можем покупать какие-то ну мы считаем что качественные продукты да в магазине овощи фрукты круглый год есть все да особенно в больших магазинах да наверное да следовательно точно но смотрите яблоко сорванное с дерева каждые два часа теряет минимум 20 процентов витаминов и минералов то есть яблоко которое вот сорвали да оно полежало там сутки какие-то у него уже все витамин практически нет в нем осталось но железо железом вы можете еще немножечко как-то но это очень мало ну поднасытить да свой организм и так все остальное мы не знаем где выращивают эти овощи и фрукты мы не знаем чем их удобряют мы не знаем в какой почве они вырастают да и так далее поэтому да мы выбираем какие-то овощи и фрукты хорошие стараемся да но все таки этого очень и очень мало почему общество и медицина плохо относятся к БАДам что такое БАД вообще это биологически активная добавка к пище она не является лекарственным средством то есть когда мы питаемся да обычной пищей нам все равно не хватает тех микроэлементов да тех витамин которые необходимы поэтому нужно добавлять вот эти добавки к пище давайте посмотрим чем же отличается лекарственное средство лекарственное средство от биологически активных добавок лекарственное средство лечит заболевания и я бы даже так сказала не сами заболевания а их уже как это не причину а последствия да вот уже симптомы заболела голова опа выпили таблеточку перестала болеть голова а что там в голове происходит тоже неизвестно заболел желудочек да раз выпили там что-то немножечко так приглушили боль все уже легче поэтому лекарственные средства лечат а биологически активная добавка ее роль основная это профилактика возникновения заболеваний БАДы улучшают качество пищи и как следствие улучшают обменные процессы в организме что и приводит к профилактике болезни не нужно думать что вы вот пьете там БАДы да какие-то добавки и вы раз таки вылечиваетесь нет это просто добавка к пище это такое же питание понятно да различия почему у нас плохое отношение в обществе к БАДам да ну не все как-то воспринимают это дело во-первых не все БАДы являются качественными согласны со мной здесь нужно быть очень осторожными потому что даже те БАДы которые продаются в аптеке они не все имеют там патенты да не все не соблюдаются стандарты и нормы и так далее то есть когда вы покупаете какой-то витамин да или какую-то биологически активную добавку обязательно спрашивайте патент какое-то разрешение стандарты и так далее и так далее во Вер да это хорошо что еще 50 процентов да это та омега которая продается в аптеке за копейки может быть просто там подсолнечное масло и там 20 процентов рыбьего жира только поэтому здесь очень внимательно нужно смотреть если вам не могут предоставить документы о том что это там разрешено что это запатентовано что соблюдается все стандарты нормы все то лучше не рисковать в лучшем случае то это будет вообще бестолковая бесполезная бесполезная трата денег да но в худшем случае может привести вообще не очень хорошим последствиям да 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 нахваливают потому что в интересной форме сделали да как будто бы там детям интересно как конфетки щелкают ну это все некачественно нехорошее далее неправильное применение опять же завышенные ожидания некоторые думают ой сейчас начну витамины пить и сразу выздоровлю у меня там это подлечится это ребят не подлечится если у вас есть хроническое заболевание или еще что-то да вы принимаете какие-то препараты ну лекарственные то принимайте эти препараты да вот следующая следующая следующий пункт неправильная работа представителей компаний предлагающих бады если вам назначены да лекарства какие-то вы должны их перепринимать но плюс еще там принимать допустим какой-то бат биологически активную добавку или витамины если вам ну есть такие компании да есть такие представители этих компаний я таких тоже знаю мне тоже предлагали когда втюхивают впаривают да и отменяют лекарства они считают себя врачами что говорят вам о том что вот это будешь пить у тебя все вообще вылечится выздоровеешь вообще будешь как новенькое на самом деле этого не происходит и у людей ну пропадает вообще все еще обостряются там какие-то хронические заболевания вот поэтому не нужно тут каких-то ожиданий пьем витамины хорошо наблюдаем за собой да они поддержат организм они помогут работать клеточки правильно и да вы заметите улучшение своего состояния возможно и скорее всего если принимаете качественные витамины вот ну здесь конечно не буду повторяться да внимательно смотрите что вам предлагают ага Верочка ну дети любят вот эту омегу в капсулах жевать любят моя тоже жевала как-то сейчас большая уже пьет так жидкую омегу так далее смотрите какая у нас происходит ситуация с врачами почему врачи не рекомендуют нам бады да а если рекомендуют то они обязательно в какой-то компании так у меня дети стояли на учете у кардиолога и она все время предлагала какую-то омегу ну я тогда была еще у меня старшие маленькие дети были да я ну не очень понимала не очень разбиралась да это сейчас я умная уже все знаю вот она предлагала омегу какую-то другую не аптечную то есть ну да в аптеке нужно было покупать по специальному рецепту ну а врачом шел какой-то процент ну что-то типа нашей формы вот этой да маркетинга маркетинг такой маркетинг план вот но ребятки врачи не все знают о пользе бадов это я вас заверяю не все хотят вот в это лезть им у них столько лекарств новых каких-то выходит им это все надо запомнить а тут еще какие-то бады зачем вам это нужно вообще вот поэтому врачи чаще всего нам об этом не говорят они что нам назначают лекарства да лекарства мази примочки там то что можно сразу снять симптомы болезни и так далее далее врачи не хотят рассказывать те которые знают о бадах они не хотят рассказывать о профилактике болезни почему потому что к нашему врачу например там к педиатру или терапевту не запишешься просто так вернее нельзя его вызвать на дом просто так позвонить по телефону да все нужно делать через регистратуру кто-нибудь вызвал врача на дом ребенку или себе да надюшка некому будет лечиться а врачам нашим платят за то сколько они обработали человек да вылечили человек вот все через регистратуру и в регистратуре отмечается сколько человек принял этот тот или иной врач доктор да 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 вот и потом ему там доплачиваются какие-то доплаты или зарплаты не знаю как это правильно там происходит у них но зато сколько человек он там у него прошло через него далее например в японии врачам платят совершенно ну по другому принципу там врачи заинтересованы провести профилактику и у них наоборот идет выплата за то что чем меньше людей приходит да чем больше людей там здоровых на их участке тем больше он получает в нашей стране немножечко все перевернуто немножко неправильно да вот следующий момент врачи не имеют возможность рассказывать о профилактике болезни поставьте плюсик кто хоть раз был в поликлинике в нашей российской поликлинике в платной в бесплатной в любой были да вы наверное представляете что это такое это стоит очередь огроменная у доктора там 10-15 минут на человека ну да в платной чуть чуть получше будет но опять же не во всех ну и в платной опять же тоже там нет заинтересованности у врачей да говорить о профилактике какой-то они получают деньги за своих пациентов вот у него в коридоре очередь там человек 50 да ему нужно там терапевту тому же там или педиатру пробежать по участку по больным этим товарищам да и еще принять кучу людей заполнить карточки и так далее и так далее то есть это очень много времени занимает и очень то есть ему физически просто невозможно рассказывать еще о профилактике да вот поэтому вот так врачи относятся к бадам и ко всему прочему ну к добавкам и так далее да ну конечно верочка будут облизывать а как ты думала ты им денежки платишь конечно будут ребят ну вот смотрите что такое лекарства да или витамины бады в аптечной сети что такое вообще аптечная сеть это тот же торговый как это правильно называется тот же магазин да тот же магазин в котором делается наценка в котором точно так же есть производитель который производит да и точно так же вы видели эту картиночку и каждый последующий посредник делает наценку на наценку предыдущего и на все это прочее и когда продукция доходит к нам уже ну вот в аптеках да вы видите сколько стоят лекарства там те же витамины ребят хочу вам сказать что качественные бады не могут стоить дешево если они действительно качественные и если вы уберете ряд посредников то посмотрите сколько реальная стоимость витамин продающихся в аптеке если например какие то таблетки ну допустим та же омега да стоит там 15 рублей в аптеке как вы думаете сколько она вышла от производителя рублей пять да ну семь пускай что туда можно было копейки да что туда можно было положить в ту омегу вот представьте и они рекламируют да и люди покупают потому что дешево а что детям же надо рыбий жир пить и все и что мы получаем пьет непонятно что дальше сроки годности условия хранения известны только посредникам и конечной продающей аптеке мы не знаем как его доставляли эти продукты да эти бады эти лекарства какое там качество подделок 40 процентов превышает вот у меня кстати на одноклассниках есть ну я там делала перепост да ссылочку на по телевидению показывали по центральному каналу передачу именно или в новостях говорили именно как раз таки про подделки лекарственные и так далее посмотрите зайдите ко мне Мария Павлова вот найдете очень интересно очень страшно что мы покупаем в аптеках но существует современная система товарооборота да система товарооборота которая у нас есть это когда от производителя люди сами покупают напрямую продукцию сами покупают эти бады прямо ну завода можно так сказать то есть компания отслеживает гарантирует нам стопроцентное качество если вы выпили например какие-либо витамины и у вас вылезла где-то аллергия и вы доказали да взяли у доктора справку что аллергия именно на эти витамины вы компании отправляете претензию компания вам все возмещает лечение там все 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 то есть можно предъявить претензию если что-то не так понимаете а в аптеке вы никому претензию не предъявите так Надя да мы хотим как лучше да 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 но мы не не можем убедить людей потому что каждый решает сам кто-то понимает что это так я когда пришла в компанию для меня тоже было дикостью что это такое витамины какие-то мне непонятно но я пришла в компанию уже много лет назад тогда только-только начиналась вот эта наша wellness продукция а сейчас то уже и литературы сколько и реклама и все прочее им нужно просто подсунуть брошюрки пусть почитает или отправить там на сайте там я не знаю как они отзывы почитать и так далее и смотрите что делать что почему бады не продается в аптечной сети при такой системе товарооборота гарантируется качество и не нарушается структура маркетинговой системы что это значит это значит что мы пользуемся этими продуктами да и еще зарабатываем деньги то есть мы сами здоровые да еще и зарабатываем на этом деньги это классно да 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 ты знаешь я очень часто дарю детские витамины вот своим подругам да знакомым кто знаю что вроде бы так не купит сразу да когда попьют витаминки тогда покупают и смотрите что еще происходит стандартное стандартное оформление аннотации к бадам да мы читали аннотации даже вот нашей компании да и что там пишут обычно проконсультируйтесь с врачом употреблять не употреблять ну например вы покупаете килограмм яблок или вилок капусты вы консультируетесь с врачом например вот витамины да написано консультироваться с врачом кто консультируется с врачом при покупке яблок или капусты или там свеклы не знаю есть такие нету конечно ребят это та же еда это та же еда единственное что да может быть если вы очень там склонны к аллергиям и у вас какие-то на какие-то продукты аллергия тут да я согласна нужно посоветоваться с врачом может быть какие-то пробы пройти да в остальном в принципе если вы хорошо переносите то не нужно советоваться в принципе как бы нормально дальше противопоказано беременным кормящим и детям до 14 лет это есть тоже в наших витаминах в аннотации да почему так пишет да просто потому что исследования на беременных и детях не проводятся ну нельзя проводить на беременных и детях и такие исследования хотя уже много лет наши витаминки наши коктейли да уже как бы в продаже и мы не научным методом да а сами на своих детях проверили что в принципе нормально все проходит все хорошо беременным надо пить витамины понятно то да что ну как бы смотреть аннотацию ну относиться так понимать что для чего это пишут да Верочка у тебя дочь живой пример а я очень жалею что не было у меня Арифлейма тогда когда я была беременна вот хотя мы наверстываем сейчас очень даже вот что нам предлагает компания Арифлейм Вер ну с двух лет тоже хорошо тоже очень хорошо во первых это продукты да которые клинически доказали свои результаты то есть компания проводила исследования в течение нескольких лет и каждого продукта я сегодня немножечко вот буквально коснусь взрослых продуктов да это витамины мужские женские и коктейли об остальном мы расскажем на других школах и я чуть чуть больше времени посвящу нашим детским витаминкам вот что хотела сказать что продукты wellness разработаны в швеции вот вы видите на фотографии да научно-исследовательский центр они не содержат бычьего и свиного желатина то есть они подходят для вегетарианцев даже не содержат генномодифицированных организмов то есть никакой вот этой генной инженерии там нет все натуральное естественное и хорошее отвечают стандартам фармацевтического производства GMP это высочайшая такая как это называется ой хотела быстро сказать ну в общем то очень такая важная организация да где проверяют все все продукты которые предоставляются для применения внутрь продукты выл нас разработаны ведущими шведскими учеными это классные люди это ну просто не просто да ученые а супер ученые которые каждый из них внес огромный вклад ребят я всех перечислять не буду вы можете их найти на сайте компании вы можете просто в интернете да набрать разработчики выл по слову о том что я обучалась у одной из разработчиков у бурчик ульмер вот вы видите фотографии реальные с нашей встречи вот где она рассказывала о витаминках сегодня будет в конце занятия я дам вам ссылочку на запись этого мероприятия вот именно там о витаминах детских послушайте на досуге а вот бурчик магистр диетологии нутрициолог специалист группы разработчиков линейки продуктов wellness вот поэтому вообще такая очень интересная женщина очень приятная очень общительная и ну классная короче ребят если вдруг когда-то возникнет попадется такая ситуация что кто-то из разработчиков возможно опять приедет к нам там страну да в какой-то город обязательно посетите это мероприятие обязательно потому что это ну дает очень и очень много так вот вот еще хотела сказать ребятки что наша продукция вся сертифицирована и разрешена к применению продажи и к применению где найти сертификаты смотрите заходите на свою страничку запишите кто чтобы потом не искать не ковыряться да запишите алгоритм как зайти поддержка продаж раздел здесь вы видите wellness инструмент продажи инструменты продаж и внизу сертификаты wellness короче говоря тут а wellness очень много найдете в этом разделе и вот сертификаты вы зайдите туда и там каждому из продуктов есть сертификат выглядит примерно вот так еще по другому да это экспертное заключение на сухую смесь коктейля natural balance рефлейм со вкусом клубники или ванили или что там написано или шоколада вот почитайте там вот все 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 расписано состав что чего как из чего то есть очень очень интересно очень много полезной информации когда вы сами можете ну увидите да прочитаете поймете что это такое покажите своим знакомым эти сертификаты эти заключения тем людям которые не верят там например да и думают что это ну что-то какие-то непонятные продукты ты предлагаешь вот возможно они поверят тоже да и начнут покупать и так коктейль natural balance помогает контролировать аппетит обеспечивает оптимальное питание каждый день помогает сократить размер порции без ущерба для питать питательности рациона помогает сохранить энергию и тонус в течение дня в течение дня является здоровой альтернативой перекусов и конечно же клиническое клиническое клинически доказанное снижение веса но не только клинически доказанное мы сами лично доказали что действительно снижение веса происходит снижается как бы желание аппетит да так скажем когда принимаешь коктейль снижается желание есть сладкое это вот для тех кто очень-очень любит сладкое не может отказаться вот в коктейле содержится такое в составе коктейля есть заменитель сахара но тот который разрешен ну в мире да так как он называется немножко я забыла вот но вы прочитаете найдете на коробочке вот и в принципе очень хороший перекус для тех кто например работает да или я не знаю между едой между приемами пищи можно перекусывать коктейль Natural Balance имеет уникальный состав имеет уникальный эффект значит что в его состав входит это протеины горошка молочные протеины омега-3 омега-6 шиповник яблоки и сахарная свекла то есть вот эти крапинки которые вы скажите кто пробовал уже коктейль поставьте плюсик кто еще не пробовал ни разу поставьте минус кто не пробовал рекомендую очень полезная вкусная вещь можно подобрать вкус то есть клубничный ванильный и шоколадный три вкуса у нас есть это столько людей не пробовали еще коктейльчик ребят вы что я вижу фамилии которые уже давно у нас работают с нами сотрудничают да и до сих пор не попробовали коктейль всем рекомендую ребят знаете когда я пришла мне тоже было дороговато сначала я не хотела пробовать эти витамины и коктейли а потом у нас такая была система нам сказали вот когда выходишь там на 9 процентов у тебя уже получается скидка там в пределах что-то двух тысяч было и ты уже можешь позволить себе купить коктейльчик например я так его захотела вот я как вышла на 9 процентов вот с тех пор я и пью коктейль ребят там в составе есть такой когда вы размешаете да такие крапинки это как раз такие есть вот это сахарная свекла ну как это называется не надо ждать надо идти надо выходить вер подскажи как это называется клетчатка клетчатка которая необходима которая у нас в организме действует как щёточка вычищает организм кишечник и все то есть двойной результат идет он насыщает вас омегой да и плюс еще чистит ваш организм как вы почистили свой организм коктейльчиком дальше можно принимать что витаминки витаминки рекомендую принимать именно wellness pack для мужчин или для женщин почему wellness pack здесь собраны сразу ну как бы дневная норма для человека взрослого витамины мультивин минералы вернее наоборот минералы мультивитамины и омега-3 и астаксантин то есть там состав очень хороший что дают витамины поддерживают работу иммунной системы повышают мышечную силу и выносливость ребят вот это точно это правда поддерживают здоровье глаз потому что добавлена черника в состав астаксантина увлажняет кожу укрепляет суставы уменьшает воспаление и так далее вы знаете когда пьешь витаминки наши да чувствуешь себя правда прилив бодрости какой-то энергия из себя прям прям идиот и я в какой-то момент ну дети уехали к бабушке на три месяца да и я тут одна дома сидела я просто забывала пить витамины понимаете и я вот чувствую что вот лето проходит вроде бы лето идет да вроде бы и витамины как бы ну овощи фрукты едим а сил как-то вот поубавилось и я быстренько начала с сегодняшнего дня мы прям всей семьей начали опять взялись за витаминки ага за счет подписки сделала подписку на wellness отлично надя отлично wellness pack тоже рекомендую всем потому что так хотела спросить можно принимать wellness pack если я еще принимаю коллаген и гиалуроновую кислоту и там присутствует еще витамин c 33 процента отсуточные ох насчет вот кислоты гиалуроновой и коллагена я не знаю что это такое вот ты прям как таблетки их принимаешь да оксан ну как вот дополнительно ну посмотри не могу сказать потому что здесь у нас как бы вот то что нам нужно для ну на каждый день да у нас если ты каждый день будешь пить витаминки да то у тебя не будет ну вот по одному пакетику то то не будет никакого перебора да пресыщения и так далее то есть они вот ты покушала они к концу дня там вывелись из организма и принимаешь следующие еще вместе с этим эрифлейм wellness для волос принимать ну вот wellness pack и wellness для волос это очень хорошо вместе принимать даже рекомендуется вот ну попробуй в принципе посмотришь если что-то будет будешь не так но я тоже думаю что можно я думаю что можно потому что это еда отлично значит смотрите что сюда входит в пакетик омега-3 две капсулы почему две капсулы в одной капсуле 0,5 граммов этого омеги нам нужно для взрослого организма один грамм то есть две витамины две вот эти капсулки дальше антиоксидант астаксантин ребят это витамин c витамин е да и так далее и так далее это то что делает моложе наш организм это то что ну дает нам силу вот эту да и обновляет наши клеточки не дает им ну то есть делает работу наших клеток правильной и конечно же мультивитаминные минералы это вот такая как в виде таблеточки то есть вот это все вы выпиваете утром например да после я например выпиваю утром после завтрака ну рекомендуется там или во время еды можно вот один раз вы выпили эти витаминки и на целый день вам их хватает до следующего утра не надо думать вспоминать и так далее вот ну содержит экологически чистый рыбий жир вот ну в принципе очень удобно очень удобно что в пакетиках если например я куда-то еду да я взяла там еду на три дня да я взяла три пакетика с собой не надо тащить эти баночки да кучу банок кучу там всего взяла удобненько три пакетика и съела также мы брали витаминки когда ездили в москву тоже столько пачечек сколько нам нужно да столько пакетиков ну вот очень-очень удобно так чувствую сегодня школа немножечко будет затянется но смотрите если интересно то слушайте значит смотрите скажите пожалуйста ребятки у вас есть детки поставьте плюсик у кого есть детки не только школьники любого возраста ну здесь практически 90 процентов это мамочки конечно вы любите своих деток у кого нету у тех будут угу отлично у нас двое очень конечно мы любим своих деток все да что вы готовы сделать для своих детей все что угодно мы настолько любим деток да и конечно же мы хотим чтобы они были здоровы ребят сейчас самое время даже несмотря на то что вы возможно все лето были там на ягодах фруктах да у бабушек как мои дети да у бабушки были там наелись всего вот но сейчас приближается такое время наступила осень да по осени обычно что нам предлагают прививки от гриппа да я сегодня была в школе нам дали листочки разрешение подписать разрешение на прививки там различные ребят ну у каждого конечно свое мнение но я придерживаюсь такого мнения что я от прививок от гриппа отказываюсь почему я скажу вам ну во первых прививка от гриппа это нам в организм вводят небольшую дозу да вот этой инфекции чтобы человек ну как бы немножко так слегка переболел и у него восстановилась что восстановил иммунитет был да такой свой иммунитет для того чтобы работать с ну с вот этими бактериями инфекции этой да вот но вы знаете в моей у меня были такие случаи ну не лично у меня да а в нашем городе когда дети очень очень тяжело болели после вот этих прививок да 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 когда вы чтобы вырабатывались антитела да и вы знаете я в какой-то момент перестала делать прививки особенно те которые вот ну уколами делают и я просто даю детям витамины когда организм вырабатывает собственные вот эти ну собственный иммунитет сильный то в принципе грипп не ну не возьмет вы знаете прививка от гриппа это от какого-то ну одного вида гриппа да а у нас этих видов гриппа миллион я не знаю сколько и они все новые 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 находят правда же вот это мое мнение я никому не советую никому ничего не как бы не предлагаю каждый решает сам я просто рассказываю о том что делаю я я даю детям витамины тем более что витамины в нашей компании просто шикарные детские витаминки кто уже попробовал тот знает да сейчас давайте немножечко вот такой вопрос нужны ли как вы думаете детям пищевые добавки нужны ли витамины эти же дети может не нужно можно просто сделать прививку от гриппа и не мучиться как вы думаете давайте поактивнее пишите чтобы мы уложились уложились нужны да конечно нужны пищевые добавки почему потому что детям от 4 до 10 лет рекомендуется кушать 400 граммов овощей ежедневно овощей и фруктов скажите пожалуйста кто дает каждый день ребенку 400 граммов фруктов и овощей ежедневно ежедневно съедает столько ребенок я думаю что не все да что дети кушают обычно первое второе третье что то переработанную до пищи ну ребят вы устали или что что происходит прожорливый съедает да хорошо да реально только летом в основном ну и под новый год мандаринки да а выкидывает ну что будешь смотреть запись значит ребят смотрите 3 раза в неделю детям нужно кушать рыбу и рыбу не простую да вот там речную а морскую рыбу скажите пожалуйста у кого дети кушают 3 раза в неделю рыбу 3 раза в неделю кто кушает рыбу мои например младшая моя рыбу вообще не любит что то вот она ела а теперь не ест вообще отказывается вот да ну старшенькие то уже понимают старшенькие то едят у меня а младшая нет да и так мы не каждый день да этим рыбам 3 раза в неделю никак ну там раз в месяц ну раз в не раз в неделю когда вот поэтому ребят рекомендации выполняются только на 12 процентов то что рекомендуют нам в питании да как кормить детей наших это эти рекомендации только на 12 процентов выполняются остальные 88 процентов не выполняют а рыбки захотелось да 25 процентов потребляемых детьми калорий приходится на сладости снеки газировку и всякую дрянь ребят вы наверное знаете да что дети что любят какие то там сникерсы какие то чипсы там разные там я не знаю газировки всю эту гадость кто-нибудь покупает это детям я знаю что постарше дети они сами покупают себе это да 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 ну не все под запретом держат если держите под запретом очень хорошо ну смотрите так нужно лучше ребенку объяснить почему это вредно чем вы будете запрещать он выйдет из дома и купит себе эту бяку да да если в школе кто-то накормит но это опять же ой особенно сладкая газировка там столько сахара это просто ужас да и дети подражают да дети смотрят что что кушаем мы естественно кушают тоже это им хочется вот какой то необычной пищи лучше яблок купить детям да чем какой то я не знаю сухарики эти или чипсы или еще что то но видишь как 8 ложек на стакан обалдеть кстати взрослые тоже не едят то количество которое необходимо взрослым овощей фруктов рыбы и так далее итак ребят компания выпустила комплекс для детей мультивитамины и минералы шикарнейшие витамины разработаны в соответствии с рекомендациями всемирной организации здравоохранения ВОЗ смотрите подсластитель здесь тоже есть но он это ксилит который полезен для зубов то есть вы можете ребенок может спокойно кушать разжевывать жевательные эти витаминки и они не будут вредить зубам ваших детей ага да Вера приучила умничка мы сейчас тоже начали витаминки дальше ароматизаторы только натуральные ребят если вы думаете что даже на витаминах которые продаются в аптеке почитайте какие там ароматизаторы идентичные натуральные могут быть что такое идентичные откуда они взялись и что там вообще подразумевается под этим никто не знает здесь у нас натуральные добавки экстракты апельсинового и лимонного масла очень вкусно да очень полезно способ применения детям четырех девяти лет можно принимать по одной таблеточке в день разжевывать или глотать но лучше разжевывать они вкусненькие вы вечером да витаминку кушаете смотрите если вашему ребенку меньше четырех лет как нам говорила бурчик умер если ребенку меньше четырех лет почему говорится что с четырех лет это просто законодательство нашей страны так определила вообще детям и раньше дают витамины и за границей также в швеции дают раньше если вашему ребенку там меньше четырех лет то вы можете дать половинку витаминки в принципе там раздавить да если он там или он может жевать можете дать но если вы продаете витамины то бурчик умер значит рекомендует ну придерживаться этой инструкции Надь десять месяцев еще рановато у нее еще не все зубки есть не надо как бы рекомендуется с того момента когда ребенок начинает жевать да 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 лучше омегу лучше омегу давать в омеге там очень много тоже всего она не сможет разжевать да пока зубиков нету не надо мучить ребенка омегу давай понемножку по ложечке по ложечке вот а как на зубки пойдут это уже где-то ближе к двум годам да у деток я уже не помню полтора два года уже разжевывает дальше детям старше десяти лет даже старше девяти лет уже две таблеточки в день даем потому что ребенок растет ему его организму нужно больше и с четырнадцати лет уже рекомендуется давать взрослые витамины wellness пэк смотрите у меня если ребенок рослый да то можно давать и не с четырнадцати лет пэк взрослые да взрослые витамины а и раньше у меня сын начал с двенадцати лет пить уже взрослые витамины ну то есть он конечно детский там по дворову потому что они вкуснее вот у младшенькой да а вообще пил конечно уже взрослым вот и рекомендуется принимать во время завтрака желательно после омеги-3 то есть рыбий жир даем следом даем витаминку у меня например так она пьет ложечку рыбьего жира витаминку закусила и водичкой запила водичкой запивать обязательно надо потому что витаминки в составе и жирорастворимые да для чего мы пьем в омегу и водорастворимые то есть запивать обязательно и конечно же омега-3 для детей это очищенный рыбий жир который прошел пятиступенчатую очистку это очень вообще суперская очистка которая ну никто такую не делал уж проверяли знаете и детский рыбий жир вообще рыбий жир в нашей компании делается из филе рыбы вот она чистится рыба да если раньше в советские времена как делали вот всю рыбу берут вместе с кишками с головой со всем прочим да там как-то выжимают этот рыбий жир это все дается здесь все очищено все очищается и очень-очень качественный рыбий жир мы даем уже детям и принимаем сами также содержит натуральный ароматизатор лимонное масло очень приятно пахнет если вот откройте новую бутылочку да то он даже рыбьим жиром не пахнет да если вы разольете где-то то будет пахнуть рыбой потому что это натуральный продукт а так очень ну детки пьют хорошо да 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 и поэтому и запретили что некачественно но с другой стороны мы тоже пили рыбий жир хотя бы и такой да и в принципе то нормально было развивались но другого не было тогда дальше рекомендуется хранить в сухом прохладном месте если вы будете хранить рыбий жир просто на полочке да он протухнет ну не протухнет так как прогорклый будет да вот лучше хранить в холодильнике он тогда свеженький хороший пьете смотрите вот в этой бутылочке 21 порция 21 ложечка в ложке 5 мл находится то есть если ребенок пьет ложечкой одну ложку чайную 5 мл если ребенок любит капсулы такой рыбий жир не пьет то ему нужно 10 капсул съесть за один раз то есть в одной капсуле полграмма полмиллилитра поэтому 10 капсул нужно принимать принимать можно в чистом виде у меня например дочка любит в чистом виде можно добавлять в супчик либо заправлять салат либо сбрызгивать хлеб щепоткой соли ну то есть уже как вы придумаете в кашку добавлять Вера я знаю в какао добавляет ребенку понемножку да он несколько раз пьет какао в день и понемножку она добавляет так примерно чтобы там ложка в день выходила вот дальше так что еще хотела сказать по другому не пьет ну там надо приучить просто ребенка ага все эти продукты чем они полезны да для наших детей влияют на иммунитет очень знаете вот и собственный пример мои дети не болеют вот если приходит какая-то какой-то вирус подхватывается да то он проходит очень-очень в легкой форме и у нас масса таких же мамочек да которые дают детям витаминки и они тоже могут подтвердить мое утверждение дальше положительно влияют на кости и зубы зрение дают энергию укрепляют мышцы и действуют на умственную деятельность то есть дети становятся более сосредоточенные им легче учиться ребят у кого особенно детки идут в школу в детский сад да где нужно сосредоточиться где нужно внимание детей обязательно давайте омегу и витаминки обязательно дальше и конечно же ну как бы действует очень благоприятно на нервную систему то есть более такие очень активные дети становятся ну такими спокойными да ну не скажешь что прямо на раз такой успокоился сел такой амеба нет он просто будет более таким как вам это объяснить ну не таким что ли подвижным или шустым не знаю как правильно это выразится вы меня поняли нет да более собранным будет да 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 вот и наоборот если человек ребенок очень такой знаете вялый да у него нет аппетита он такой вот тоже есть такие примеры и когда он начинает пить омегу-3 начинает пить витаминки он становится таким более интересующимся да ему интересно чем-то заниматься он начинает там книжки читать там ну вот в общем то очень очень положительно влияет витаминки поэтому не жалейте денежек на своих деток разработаны выпускаются в швеции прошли научные исследования доказано что они безопасны имеют высокое качество натуральные ингредиенты и одобрены педиатрами и очень-очень-очень вкусные пробовала сама лично и есть вот такой научный эксперт профессор педиатр Тор Линдберг Стихстен называет его один из самых выдающихся педиатров в Швеции он является специалистом в области клинической медицины и здорового питания уделяет особое внимание изучению вопроса питания и пищевой аллергии у детей вот он также является одним из разработчиков или консультантов при разработке вот этих витамин детских поэтому витамины наши не вызывают аллергию единственное что если у ребенка там на цитрусовый на апельсин есть аллергия то может быть да потому что натуральные ингредиенты если на рыбий жир в принципе на лимон очень редко встречается аллергия практически не бывает на лимон хоть это и цитрусовый да но если вот бывает что там я не знаю я не слышала бывает на рыбий жир на рыбу аллергия бывает не слышали такого то есть ну в принципе продукты созданы таким образом чтобы снизить вот этот вот вероятность возникновения аллергии меня слышно ребят также тор линберг является бывшим основателем и бывшим главным редактором информационного интернет портала который сейчас принадлежит правительству швеции является официальным сайтом о воспитании и здоровье детей в швеции то есть это вот самый главный эксперт в швеции так что можно ему доверять доверять на рыбу бывает наверное знаешь на что бывает на белок аллергия бывает на белок вот рыба же она как тоже там белок содержит да а на рыбе жирно вряд ли что то я такое вспоминаю ребятки ну вы подумайте пока какие у вас есть вопросы я отвечу пока на часто задаваемые вопросы по этому поводу моему ребенку не понравился вкус что делать ну хочу сказать что к продуктам ну вот к витаминкам да к омеги 3 нужно приучать постепенно ребенка обязательно нужно это делать в игровой форме да например там ну как вкусненько ням 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 там если маленький ребенок да вы говорите о том что это вкусно сами можете попробовать показать что это вкусно вот а и привыкание ну вот как бы вкус да привыкание к вкусу происходит где-то в течение трех недель то есть если вы каждый день будете понемножку давать пробовать да вот то ребенок привыкнет и будет пить витаминки дальше следующий вопрос насколько безопасны для детей пищевые добавки ну мы уже выяснили да что они не только безопасны но и необходимы ребенку каждому ребенку кстати вот на одном из собраний я уже планирую у меня есть такие открыточки или как карточки мы печатали раньше вот я думаю что я раздам родителям в школе в первом классе в своем и ну может быть там пару слов расскажу возможно кто-то захочет своим деткам купить дальше можно давать для детей постоянно можно и нужно порт одна таблеточка и ложечка рыбьего жира рассчитана на сутки да то есть вы дали один раз да и в конце дня ну как бы до следующего дня оно все усваивается и нужно давать следующую порцию то есть ежедневно в чем польза омега-3 и комплекса мультивитамины и минералы для детей ну мы уже выяснили да в чем польза тут не буду немножечко повторяться очень-очень много пользы мой ребенок болеет и принимает лекарства можно ли давать ему wellness для детей можно то что вы пьете то что ребенок пьет лекарства это никак не ограничивает его в том чтобы пить витамины наоборот даже рекомендуется я когда ребенок начинает болеть я даже немножко это ну может быть больше даю витамины да можно добавлять дальше мой ребенок принимает другие витамины или минералы и можно ли одновременно давать ему wellness для детей в принципе если какие-то другие принимает то лучше не надо лучше не надо потому что будет ну слишком много либо то либо другое ну лучше конечно делать выбор в пользу арифлейм витамин и рыбьего жира арифлейм так что там у меня еще осталось а многие говорят могу ли я себе это позволить могу ли я это купить да смотрите действует подписка на продукты wellness киц это на витамины на рыбий жир что это значит это значит что три каталога подряд вы покупаете wellness вы покупаете продукт да и в четвертом каталоге он вам приходит бесплатно в подарок и многие написали что любят своих деток ребят я сделала такой расчет омега-3 для детей потребительская цена для нас 730 рублей если вы оформляете подписку три каталога вы покупаете по 730 рублей но четвертый приходит бесплатно получается что мы делим эту сумму на 84 дня на 4 каталога получается что омега-3 стоит всего 26 рублей в день вашему ребенку тот же самый процесс я произвела с комплексом мульти витамины и минералы потребительская цена 435 рублей и того в день выходит 16 рублей посмотрите 42 рубля в день на своего ребенка кому-нибудь жалко кто пожалеет на своего ребенка в день 42 рубля это много не купите ему шоколадку не купите ему какую-то не знаю булку вредную дайте лучше витамины доступно ребят конечно не жалко конечно не жалко доступно доступно компания делает все для нас чтобы мы могли этим пользоваться чтобы детки наши были здоровы помогите им сейчас они сейчас идут в школу они сейчас идут в детский сад помогите им чтобы они были здоровыми чтобы они пропустили как можно меньше уроков да или занятий вот и если посчитать в пересчете когда наши дети начинают болеть да и мы покупаем лекарства а у некоторых болеют дети постоянно то есть больниц не вылазят то есть тоже такие знакомые вот то лучше каждый день 42 рубля и все и классно то же самое с подпиской взрослой можно оформить подписку на витамины на коктейли и шикарная подписка сейчас есть wellness life я уже испробовала вообще суперская вещь главное здесь главное найти сертифицированный СПО поблизости и первый заказ оформить туда выбирайте wellness life либо просто для здоровья там идет одни витаминки один коктейль либо для снижения веса одни витаминки и два коктейля то есть то что вам нужно выбирайте и оформляйте как узнать адрес ближайшего СПО сертифицированного это можно позвонить на горячую линию и узнать дальше в чем преимущество wellness life уже говорили да повторюсь еще раз три каталога вы покупаете в четвертом приходит вам бесплатно эти продукты но баллы вам добавляются семьдесят пять бонус баллов идут вам в зачет это супер и я получила вот в прошлом каталоге я получила бесплатные вот продукты да по подписке этот каталог у меня начался мне опять нужно сделать заказ на сертифицированное СПО первый заказ а потом три каталога я буду получать в своем СПО то есть вот таким образом понятно ну если будут вопросы пишите отвечу сегодня модно быть здоровыми и богатыми ребятки задайте мне пожалуйста свои вопросы а я пока а вот а вот Леночка умница есть у тебя список да думала все нет Вера я тоже думала все время на свое но нет ну у нас рядышком в Ставрополе очень хорошо так ребятки скажите мне пожалуйста задайте мне свои вопросы и я вам приготовила бонусный материал я вам кину сюда сейчас ссылочку это запись того мероприятия о котором я вам обещала правда не свою запись нашла а другого человека ну я как раз таки была на этом мероприятии послушайте послушайте как как разработчика наших витаминов детских это бонусом вопросов нет возможно появится тогда задавайте я вас не сильно утомила сегодня не знаю что велнос получают не в тех же свет смотри когда ты в тех же СПУ получают велнос но если ты оформляешь в тех же СПУ где всю продукцию получаешь и велнос если ты оформляешь обычную подписку если ты оформляешь подписку велнос лайф это специально другая подписка да где вместе приходят витамины и коктейль то первый заказ нужно оформить туда где на сертифицированное СПУ остальные заказы будешь на своем СПУ получать остальные вместе со своим заказом продукцию велнос понятно нет понятно отлично еще вопросики ребятки вот в чат ну хорошо я в велнос чат кину ссылочку сейчас кину ссылочку в чат так ой 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 так еще вопросики а ты сюда кинула да если вопросов нет ребятки тогда я благодарю вас за то что вы пришли досидели столько времени всего доброго до новых встреч пока пока демок